ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ! А на острове у меня чудеса! Между прочим, я немножечко постаралась и почистила мой остров! Но давайте вначале все по порядку! Соберем побольше монет! Так, вот они мои монеточки, любимые, дорогие! Давайте, давайте, собирайтесь! Вот так вот! Отлично! А еще еда! И побольше еды! У меня 44 тысячи еды и 360 тысяч монет! Это так круто! Так, но самое главное, это, конечно же, мой остров! Итак, друзья, вы готовы? Будем сейчас все здесь расчищать! И начнем с краю! Вот это убрали! И это убрали! И вот это убрали! Так, сейчас посмотрим, как у меня будет здесь свободно! Ну-ка, 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 ну-ка! И здесь убрали! Вот, наконец-то мой остров приобретает место! Это так важно для меня! Тем более, у меня постепенно увеличивается уровень! А ну-ка, давайте посмотрим, все ли я убрала! Так, нет, вот еще один камушек! Вот, поглядите! Теперь есть, куда поставить изболиста! И, по крайней мере, я вижу, как выглядит мой остров! Это тоже, между прочим, очень важно! Ну что ж, я готова! Где мой изболист? Изболистик, ты мой родной! Так, что вы хотите с ним делать? Конечно же, поставить! Ой, а как его ставить-то? Вот, смотрите, какой он модный! Какой он классный! Где же мне его здесь поставить? Может быть, вот здесь? Теперь у меня место хоть отбавляй! Могу ставить и ставить! Привет! Ого! Небесный остров разблокирован! Большая питания! Ого! Ничего себе! И это все благодаря тому, что я перешла в 15-й уровень! Вот это да! Вот это огромное количество всего! Давайте посмотрим! Так, а вот и Небесный остров! Что же здесь нужно делать? Добро пожаловать в Небесный остров! Этот остров был создан, когда таинственный объект с древних времен упал с неба и разбился! И является тем местом, где вы можете воткнуть яйца монстров с других островов, чтобы оживлять небожителей! Посетите меню справки, чтобы узнать, как заполнить этот остров! Ну, ну, где же мне тут что посещать? Вообще его целиком не вижу! Ого! Какой красивый! Это действительно чудо-остров! Что же нам здесь есть? Ага! Вывела и поставила из баллиста! И получаю кучу монет и немножечко еды! Это очень хорошо! Так, а теперь давайте посмотрим, что же здесь можно покупать! Неужели тоже вублинов? Но я не могу понять, как же мне это делать? Давайте глянем! Ого! И точно! И главное, что абсолютно все покупается за алмазы на этом небесном острове! Ребята, так нечестно! Хорошо, давайте посмотрим, может быть, хоть что-нибудь покупается здесь не за алмазы! Так, остров-здание здесь не покупается, разве что украшения! Но я же не могу только украшения держать на острове! Нет, так дело не пойдет! Дорогие друзья, пишите мне в комментариях, как я могу заполнить мой небесный остров! Или он обречен быть пустым и одиноким! Ладно, мы сейчас перейдем на наш остров и послушаем, как звучит из баллист! А ну-ка, послушаем его голос! Ну, попойно, немножечко! Что-то я не слышу, как он звучит! Может быть, нам всех остальных монстров подключать? Так, а ну-ка, давайте-ка поспите немножко! Ну, хоть чуть-чуть! А ну-ка, из баллист, звучит? Непонятно, кто здесь звучит, а кто нет! Музыка все равно красивая получается! Ну, только без из баллиста как-то не очень ясно, именно как он поет! А ну-ка! Так, эти д-д-д-д-д-д-д, нужно их явно немножечко подключать! Я хочу посмотреть, как поет из баллист! Ну-ка, пожалуйста, ненадолго! Слышите? Ого, это просто великолепный звук! Так, надо срочно-срочно будить! Включаем звук у этих монстриков! Давайте поем-поем! Я уже услышала из баллиста! Я думаю, что мне будет этого достаточно! Я никогда не забуду его голос! Вот честное слово! Какой же он смешной! Просто невероятно! Так, этот поет! Кто мне тут еще молчит? Эй, квакунчик! Петь я сказала! Ну, давай же попоем немножечко! Так, кто тут у меня еще молчит? Ой, кажется, я тут всех немного оглушила! Вернитесь, пожалуйста! Кто тут еще спит? А, вот в норку залез! Давайте мы его тоже разбудим! А этого второго? Ну, а у нас все работают! Все отлично! И главное, что этот баллист работает! Он, конечно, работает так работает! Давайте его немножко покормим! Ведь он же у нас новенький! Итак, я хочу, чтобы ты был, ну, хотя бы десятого уровня! Я же не зря столько еды собирала специально для тебя из баллистов! Ну-ка, давай кушай! Седьмой уровень! Восьмой уровень! Девятый уровень! Ого, ребята, я, кажется, всю еду сейчас потрачу! Ой, уже не хватает еды! Я действительно всю еду потратила! А покупать ее слишком дорого! Но теперь он стал огромный! И слышно его что надо! А давайте посмотрим, какое еще яйцо у меня вывелось! О, нет, опять Тирокс! Ну что ж, Тирокс так Тирокс! Ладно, воткнуть в небесную, воткнуть в Ублин! Не буду я никуда его втыкать! Лучше пускай он выводится потихонечку! А мы скрестим кого-нибудь еще! А если нам попробовать скрестить из Балалисса, например, с десятого уровня, и, ого, у него очень много сил! А давайте найдем того, у кого другие немножечко силы! Правда, это почти нереально! У него у всех практически одинаковые силы! Ребята, у из Балалисса есть абсолютно все, абсолютно все силы! Наверное, с ним скрещивать как-то глупо, мне так кажется! Хотя, стоп-стоп-стоп! Давайте забежим к нам в магазинчик! И посмотрим, самое главное, новеньких монстриков! Здесь у меня есть кто угодно! Тем более, есть Тавкер и Парлсона в ужас какой-то симпатичный! А есть... Ну, я же хочу каких-нибудь новеньких! А с медуб! Были же у меня такие вот, раковицы! Смотрите, ей нужен листик, камень и холод! Вот ее мне как раз и не доставало, между прочим! Итак, листик, камень, холод у нас есть! Раковицы! Вот ее нам не хватало! Если взять уданчика, у него есть камень и холод! И нам останется только листик найти! Один единственный листик! У кого здесь листик? Быстро говорите! Что-то я не вижу листика! Вот у кого! Отлично, брюшок! Ты-то нам и подходишь! Итак, уданчик и брюшок! Должен вывестись нужный монстрик, которого у меня еще нету! Итак, ударщик! Где он у нас? Уданщик! Ну, где же мой ударщик? Он, между прочим, одиннадцатого уровня! И брюшок! Где наш брюшок? Вот и брюшок! Ну-ка, вывезти! Получится или нет? Да-да, я готова подождать немножечко! Ну что ж, вывозитесь, мои хорошие! Вывозитесь! Должно получиться то, что нужно! Ой, кстати, я еще что-то важное вроде бы сделала! Давайте посмотрим! Нет, еще ничего не сделала! Все задания спят! Почему же тогда у меня тут восклицательный знак? Ну и ладно, непонятно почему! А у меня последний монстр на этом острове выводится! И я думаю, что кое-что я могу потратить! Только вначале загляну-ка я на холодный остров! Там же у меня тоже выводится первый монстрик! Кстати, у меня здесь монстры дали мне побольше денюшек! Отлично! А теперь я могу заглянуть вот сюда и посмотреть на новенького! Лег-птица! Что вы хотите с этим монстром делать? Конечно же, поставить! Он у меня будет дирижер! Так, ты красиво поешь! А ну-ка, спой! Хорошо, посмотрим, если мы их немножечко заглушим! Что будет? Потому что я не слышу! Вот этот мах крылом! Это звук моего новенького монстрика? Или это просто звук, который был здесь на острове? Ой, а ну-ка, тихо! Вот! Какая красивая мелодия! Так, быстренько все присоединяемся! Мне нравится эта мелодия! Она просто очаровательна, друзья! Какой классненький летающий птенчик! Так, поем, продолжаем петь! А тебя мы, красавчик, сейчас покормим! Тем более, у нас есть езда! Давай-давай, кушай-кушай! Ну, хотя бы до четвертого уровня! О, подрос немножко! Так, ну и этих было бы неплохо покормить! Хотя бы до какого-нибудь уровня! Ого! Этим-то побольше нужно! Ничего себе! Ладно, давайте этого покормим! Никого не оставим голодными! До третьего уровня, я думаю, что стоит их докормить! Давайте подрастите немножечко! Вот третий! Есть! Теперь еще один! Так, 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 так! Третий уровень! Отлично! Теперь еще один! Ну-ка, ну-ка! Так вас много! На вас столько еды! Нужно просто ужас! А если до четвертого покормить, то они немножечко подрастут! Сейчас посмотрим, сколько еды останется! И тогда уже можно о чем-то разговаривать! Так, я докормила до третьего уровня! А этого докормим до четвертого! Ну-ка, подрос! О, кажется, подрос! Так, кормим, кормим четвертый уровень! И здесь делаем четвертый уровень! И здесь делаем четвертый! Ого, классно! Они становятся больше и будут приносить намного больше монеток! Вот как монетки зарабатываются! Многие мои подписчики говорят, 750 тысяч, это очень много! Я с ними абсолютно согласна! Но дело в том, что у меня монстриков становится тоже все больше и больше! И они приносят гораздо больше монет! Давайте заглянем и посмотрим, какое еще яйцо мы с вами можем прикупить! Итак, монстрики, вы готовы показывать свою силу? Смотрите, у моей лек-птицы какая-то воздушная сила! Так, я хочу кого-нибудь, кого-нибудь клевенького купить! Ну-ка, ну-ка, ну-ка! Можно, можно кого-нибудь... О, да! Мне для этого нужно скрещивать! Что ж, чтобы вывести вот такую вот птичечку с красивыми перышками, мне нужно скрестить мою лек-птицу с... С, 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 с брюшком! Отличная идея! Я покупаю брюшко и буду скрещивать, только вначале он должен, ну, немножечко прийти в себя, то есть вылупиться! Да, я не собираюсь ничего ускорять, пускай он потихонечку, помаленечку выводится! Так, а мы заглянем еще разочек вот сюда. Ого, большую пекарню для меня продают. А есть складской навес. Для чего он нужен? Ага, старые украшения можно сюда класть. Нет, он мне пока не нужен. А скромная гостиница. Трудно поверить, но время от времени даже поющим монстрам необходимо отдохнуть от пения. К счастью, эта скромная маленькая гостиница создает особую атмосферу для монстров. Ага, для отдыха. Ну погодите, на этом острове у меня еще не сильно много кто устал. Длительный контакт с человеческой вселенной стимулировал изобретение магической студии звукозаписи. Теперь вы можете записать и сохранить свою собственную версию музыкальной партии монстра. И не беспокоиться о том, что обидите монстров, заменив их музыку. Сотрудничество является самой сутью музыки. Ого, круто! Это что-то очень интересное. У меня есть возможность поставить столько всего классного. И еще какая-то машина времени. Для чего она? Ого, кажется, это очень серьезно. Серьезно, плавители. Вот это да, друзья, я даже не знаю, что мне лучше прикупить. Кстати, мне кажется, здание для разведения мне очень надо. Я его обязательно покупаю, потому что его у меня здесь нет. А то как я буду разводить новых монстров, если у меня не будет для этого здания. Кстати, мне это здание вообще некуда тут поставить. Перед монстрами, что ли, его ставить тоже не хочется. Да, конечно, купила так купила. Ладно, поведется поставить пока здесь. А там разберемся. Итак, здание я, конечно же, купила. Там надо будет переставить. Но этого мало. Мне нужны пекарни. Так, где же мои маленькие пекарни? Или купить одну большую пекарню? Что скажете? Тогда еды будет больше. Так, большая пекарня тоже хорошо. Но ее тоже приходится ставить не пойми куда. Ладно, поставим здесь. Посмотрим, что такое большая пекарня. Так, чего мы можем тут напечь? О, мы много всего можем здесь напечь. Большой салат стоит 10 миллионов. Вот это да. А тортик на 50 тысяч 5 миллионов. 1 миллион стоит индейка. Пирог 500 тысяч монет. Пицца 75. Зачем я купила такую огромную пекарню? Если все равно смогу поставить... Ладно, может быть только пиццу. Давайте поставим пиццу. Раз мы уж купили такую огромную пекарню. Кстати, что я там уже собрала? Купите и поставьте век птицу. Да-да, я уже поставила. Увеличиваем свой уровень. Как-то у меня тут все скупчено. Кажется, я вообще уже ничего не смогу поставить. А надо бы поставить хотя бы один факелочек. Ну, пожалуйста, один маленький за 10 тысяч для моих подписчиков. Вот, он будет тут стоять. Больше, кажется, я не смогу не вместить ни грамма, никого. Даже самого маломальского монстра. Ну что ж, давайте попробуем немножечко здесь расчиститься. Хотя бы чуть-чуть. Итак, сколько же стоит этот камень? Ого! Кажется, это стоит очень-очень дорого. Ну что ж, мне нужно место для моих сооружений. Ага. Деревья стоят немножечко дешевле, чем все остальное. А вот это тысяча. Хорошо, маленькие камушки тоже мне нравятся. Но большие камни. Просто какая-то катастрофа. Вот этот камень за сколько можно? За 50 тысяч. Но вы знаете, мне кажется, ребята, придется его убрать. Так, и вот этот камень мне тоже очень мешает. Так, нет, этот камень я уже поставила убирать. Дальше за моими монстриками вроде бы никого нету. Вот этот бы камушек тоже убрать за 15 тысяч. Ой, ребята, я сейчас все потрачу. Все, что заработала. Ну что же мне делать, если мне очень-очень надо место на этом великолепном острове? Я трачу последние свои монетки. Но мне правда, правда надо место. Я расчищу этот остров во что бы то ни стало. Даже потрачу 15 тысяч и 50 тысяч потрачу. Так, на деревья. На деревья стоит потратить побольше монет. Вот на это дерево 10 тысяч надо. Ого! Так, друзья, кажется, на этом острове я и так очень много потратила. Вон сколько у меня поубирается. Еще вот это дерево. Так, нет, с этим деревом я уже разобралась. Вот с этим деревом разбираемся. Отлично. А этот камень уже готов? Нет, кажется, не готов. Этот камень тоже придется убрать. Все, я вроде бы уберу все, что необходимо для того, чтобы разместить монстров и хотя бы штук 5 пекарень поставить. А еще факелочки. Ведь мои подписчики так хотят зажигать факелочки. И я, кстати, тоже. Ну что ж, возвращаемся на мой замечательный остров. Растительный. Ну-ка, переходим. Собираем монетки и говорим моим подписчикам, что у меня появился новый факел на моем новом острове. А еще, конечно, заглядываем к моим подписчикам, любимым, дорогим, самым-самым-самым. Итак, мой дорогой подписчик Санс, который неустанно прокачивает своего монстра на племенном острове, очень хотелось, чтобы я посетила его специальный остров. Эгернальный. Или подождите, какой? Земляной. Остров Сухопуша. Остров Золотой. Композитора. Племенной. Небесный. По-моему, он говорил за Эгериальный. Ну что ж, давайте зайдем на Эгериальный остров. Посмотрим, что там у него. Ах! И правда, он так и сказал. На Эгериальном острове у меня, между прочим, есть маленькие монстрики. Обязательно посетите его. Вот, я посетила, Санс. У тебя здесь просто волшебная музыка. И главное, что создают его всего три монстрика. А у кого еще на таком сложном острове есть монстрики? Пишите мне об этом в комментарии. А сам субстарательность плюсик от Болтушки-Веселушки. Кстати, у него там кто-то еще выводится. Вон, вижу одно яйцо. Интересно. Наверное, это будет вот этот монстрик со смешными шариками. Удачи тебе, Санс. Я тебя поздравляю. А мы возвращаемся домой. Потому что мне еще многих-многих посещать. Давайте забежим еще к кому-нибудь. Вот здесь, на этой страничке, у нас есть Дашенька 22 уровня. Давайте посетим ее. На какой остров пойдем? На воздушный. И хочу на него еще раз посмотреть. Ведь на воздушном острове скоро появятся и у меня монстры. Я на это надеюсь. Ой, какие смешные. Класс. Молодец, Даша 337. У тебя классная мелодия. Очень веселая и позитивная. Так, а что тебе тут зажигать? Вот тебе факелочек от Болтушки. Молодец, Дашенька. Так, теперь идем к Димону. Ну-ка, Димон, какой остров посетим? Давайте холодный остров. Я на нем недавно была. Там реально сложно выращивать маленьких монстриков. Ого. Вот это расчистка. Вот это да. Клево, Димон, клево. Вот факелочек от Болтушки. Медненький мой. Сидет себе на таком холодном острове. Кстати, Димон, у тебя уже кто-то там развелся. Можешь уже высиживать. Так, посмотрим еще кого-нибудь. ИБР. 14 уровень. Посещаем. ИБР. У него пока что факел только на растительном острове. Идем на растительный остров. Помогаем. О, ускорители. Стоп. Надо будет и себе таких прикупить. Ну, молодец. Ничего не скажешь. Очень суперрово. Погнали дальше. Эррор, эррор. Посещаем его. Так, и пойдем на остров Сухобуша. Хочу, хочу разведать чего-нибудь там. О, тут тишина. Ни одной мелодии. Но зато очень много факелочков. Видать, на этом острове очень сложно разводить монстров. Но мне он нравится. Он такой красивый и такой спокойный. Супер, супер, супер. Я тебе уже зажгла первый факел. И возвращаюсь к своим друзьям. Потому что у меня Евгений. 62-й уровень. Я хочу его посетить. Давайте посмотрим, что у него там такое. Так, водяной остров. Отлично. Зайдем к Евгению. Посмотрим. Ого. Я не верю своим глазам. Вы только посмотрите на этот водяной остров. Эти коты с зайцами. А вы только поглядите, сколько у него звездностей. 172 тысячи. Вот это да. И один единственный факел. Кажется, он остался для меня. Я его зажигаю. Вот это ты даешь, Евгений. Я в шоке. Молодец. От меня палец вверх. До такого мне еще расти, расти. Очень круто. Так. Кто там у меня следующий? Fire 1349. Посещаем. И у нас на растительном острове нужно зажечь факелочек. Переходим и смотрим. Ух ты. Какие красивые украшения, ребята. Слушайте, я тоже так хочу. В следующем выпуске обязательно подарю всем моим монстрам украшения. Только немножечко заработаю деньжат. Так. Где мой факел от болтушки? Вот он. Переходим дальше. Украшения мне нравятся. А мы идем к геймеру. У него 20 уровень. И тоже на растительный остров. Там же нужно зажечь факелочек. Мы идем туда. Там, где нужна наша помощь. Ого. Здесь, похоже, тоже ускорение, что надо. И все расчищено. А главное, вы только посмотрите на этого монстрика. Вы слышите эту удивительную музыку. Класс. Эд, неужели этот монстрик дает специальный оттенок мелодии? Очень красиво. Очень красиво, геймер. Ты просто молодец. Обалденные монстры. А вы только посмотрите на этого бородатенького. Вот это да. Интересно, какой у него уровень. Пиши мне об этом в комментариях. Мне очень нравится. А я пошла до J-Disc Error. Ну что ж, посещаем 14 уровень. Переходим и смотрим. Ооо, какие малыши. Ну-ка, ну-ка. Тоже немножечко почищено. Но мне кажется, что в скором времени J-Disc Error почистит получше. А вот эти на пеньке расположились. Слушайте, я тоже так хочу расположить своих монстриков. Мне очень нравится. А где факел? Вот, факелочек от болтушки. Желаю тебе скорейшего развития. Переходим дальше. И у нас Кирилл, 24 уровня. Кирилл, привет. Куда к тебе сходить? Ого. Земляной остров. Хочу на земляной остров. Он такой специфический. И у Кирилла тут... Ого. Вот это посмотрите на этого монстрика. Это просто нечто. Он такой огромный. У него раз, два, три, четыре, пять, шесть голов. Классные. Очень классные. Молодец, Кирилл. Ты заработал много монеток. Раз тебе удалось столько всего прикупить. А как он расчищен. Кстати, Кирилл, расскажи, для чего вот этот вот рудничок. Я тогда тоже себе такой поставлю. Может быть, он алмазики забывает. Это было бы здорово. Ну что ж, болтушка посетила остров Кирилла. И побежала к Китти Кэт. На тринадцатый уровень. Я хочу посетить Китти Кэт. На растительном острове. Я запрыгиваю сюда. Ну-ка, посмотрим, с кем я здесь встречусь. Ого. Самым огромным из баллистов. Ну-ка, напиши, Китти Кэт, какого у тебя уровня. Это очень интересно. Я зажигаю тебе факел. И, конечно же, ставлю палец вверх. Потому что мне нравится, как ты развиваешь своих монстриков. А этого многоглазика откуда ты взяла? Тоже пиши в комментариях. Мне интересно. Я хочу тоже точно такого же. Ну что ж, а мы возвращаемся домой. К своим любимым монстрикам. Обещаю их кормить и развивать. И кого-нибудь вырастить. Большущим при большущем. А чтобы этого не пропустить, обязательно подписывайтесь на канал. Супер развлекательный. И жмите колокольчик. С вами была Болтушка-Витинушка. Чао-ка-као. Субтитры сделал DimaTorzok